Оперативное совещание началось с вручения государственных наград. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами мужества посмертно, были награждены нефтекамцы, участники специальной военной операции. Награды передали семьям военнослужащих. Указан президента Российской Федерации от 30 июля 2024 года номер 638 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Старшина Зинатурин Заловат Сабитович награжден орденом мужества посмертно. Награды передаются жене Зинатурин Наталье Владимировне. Указан президента Российской Федерации от 30 июля 2024 года номер 638 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Старший матрос Лебедев Иван Алексеевич награжден орденом мужества посмертно. Награды передаются дочери военнослужащего. Лебедевый Златый Иван. На прошлой неделе делегация из Нефтекамска приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава». На прошлой неделе работали в Уфе. 12-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» стал одним из самых значительных деловых событий в нашей стране. В ходе форума представили доклад, посвященный вопросам государственно-частного партнерства БЧП. Благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» было заключено конституционное соглашение на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном и игровым залом «Альфибия». На прошедшем оперативном совещании были затронуты вопросы профилактики гриппа, острых респираторных заболеваний и пневмонии. В частности, ситуация с заболеваемостью в школах. Ситуация относительно спокойная. Максимальное количество классов, которые одновременно были на дистанционной форме – это 4. В настоящее время по пневмонии именно находится на дистанции 1 класс, это 5 класс 10 школы. Миропрофилактики тоже мы проговорились, руководители образовательных утверждений. Питьевые фонтаны выключили все, у нас другой питьевой режим, дети приносы сами будут питьевые из дома. И, в принципе, нормально. Я думаю, обоих порогах – 5%. То есть 5% детей в общей готовности из количества залей, это уровень и грипп. У нас пороговое значение 20%. Поэтому на каникулы уходим спокойно. Этой осенью были завершены работы по благоустройству аллеи на проспекте Юбилейный от улицы Социалистической до улицы Строителей. Это стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь жителям города предстоит выбрать, какую территорию благоустроят в следующем году. На следующий год в формировании комфортной городской среды у нас определены 4 территории, 4 победителя. Это у нас площадка перед Дворцом молодежи на перекрестке улицы Социалистической и улицы Победы. Также у нас одна площадка в Ташкиново, одна площадка в Амзе и одна площадка в Энергетике. Городская больница продолжает выездные диспансеризации на предприятиях города. Пройти профилактический осмотр нефтекамцы могут, не покидая места работы.